всем привет дорогие друзья с вами как всегда я russian fear и сегодня мы с вами продолжаем жить на диком западе в red dead redemption 2 а именно что я сделал я вам хотел рассказать про торговую компанию крипса купили вот такую вот штуку за золото она продается это производить производство крипса то есть здесь он производит товары которые потом мы можем продавать сейчас у нас товаров 0 для того чтобы нам пополнить товары нам нужны материалы материалы это шкуры и тому подобное для этого нам надо охотиться поэтому сегодня мы с вами пойдем охотиться а вот кстати олень смотрите я купил себе карабин с прицелом обе имела хвост и на 2 сейчас его механику покажу как это работает работает в принципе просто вот мы убили оленя его освежевываем тут же чем дороже шкура тем естественно дороже крипс у нас ее покупает по качеству чем лучше и точнее вот так сказать и потом производит из нее какие-то там товары которые мы можем доставить сегодня мы с вами будем заниматься таким обычным делом по идее как охота вот отдать материалы крипсу рога пожертвовать рога оленя 5 опыт торговца дал шкурка материала 1 95 цена 2 звездочная продаем и вот здесь вот сверху в правом углу у нас растет количество шкур которые мы можем максимум ему дать в общем вот такая вот механика и потом по моему за 60 или за сколько-то долларов мы это все с вами можем продать так значок вот этот убираем где-то еще хоть значок стоял вот этот вот место удалить так ладно давайте посмотрим что у нас тут есть рядышком в принципе непонятно но давайте поедем вперед да тут темнеет у нас уже туман какой-то нездоровый да ну ладно это не суть важно суть важно нам сейчас найти оленей например либо еще кого-либо но и птицы это не настолько выгодно насколько я понял чем выгоднее там пума медведь тем больше дает производство вас какой-то домик заброшенной давайте зайдем в домах можно находить различные тоники и припасы это нам тоже по игре очень помогает так весь вход здесь есть вообще вход начнем с этого это сарай а дом сам буду здесь и тут у нас какое-то задание есть нам они обязательно выполнять ой здрасьте здрасьте не волнуйся все хорошо у нас тут все свои у нас гости я же говорила что кто-то кто-то дождался пока его еда совсем остыла до ума не приложу что меня такое отвлекло солнышко прикрати брэй кажется гость встречается силой и особо говорлив возможно именно такой человек нам нужен сам знаешь для чего да думаю ты права понимаешь кое-какие люди нас обидели плохие люди воспользуешься воспользовавшись наших гостеприимством и дурно обошлись всеми а затем просто ушли в этот раз гуще да просто отлично словно крем мы-то простые фермеры но такому человеку как ты должна быть плечу сапать тех парней доставить их сюда что мы разобрались ситуации такому человеку мы бы щедро заплатили я уже благодарить а уже благодарить я умею насколько нас собрались не собрались на дилижанс едущий на север и сторону ван хорна сегодня удачный день знаешь что надо я вот теперь я пожалуй доем ой дверь и она наверное уже остыла я даже на грязном полу готов смаковать принцесса сама знаешь мы можем поехать за дилижансом и похитить цель но в принципе туман давайте ездим почему нет случайные события это всегда интересно дилижанс на карте у нас отмечается в принципе отойди только кого именно там надо похитить вопрос и чем больше времени по заданию у нас проходит тем больше нам заплатят вот что интересно еще так как мы туда переберемся мы здесь а дилижанс вот здесь ей суда нам надо вот сюда ну погнали сейчас мы должны по идее перехватить на дилижансе они едут явно медленнее чем мы на лошади на нашей да вот они сейчас посмотрим сколько минут двое и там с четверо да в принципе я думаю это будет несложно берет да лошадь подустала они на дилижансе мы просто верхом это наш плюс да меткого глаза нет плохо давай поскакали здесь срежем блин они уходят давайте покормим лошадь неохота на такие миссии тратить сильно еду ничего не поделать да надо наверное даже опа попали так куда они ускакали вот сюда вот по дороге до 10 минут у нас и в городе бы они у нас тоже стреляли мне интересно просто тоник я не купил забыл для лошади это плохо поэтому приходится их так догонять да и меткого глаза не особо то чтобы особо да сейчас думаю снайперки их снимем у вас я Блин, держи его! Этого мы ограбим. Этого тоже ограбим, естественно. А этого нам надо доставить. Ага, ты тоже побежал. Побежали, побегаем. берем его и на лошадь и поехали покатаемся где у нас лошадь принципе патронов хватает бери и блин лошадь ты где надеюсь что нам повезет и добычу нашу никто не заберет как бить цель я забыл давайте остановимся жесты действия прицелиться жесты нет на f нет не бьет ну ладно повезли его доставим пусть орет а вот и еще у нас гости паскакали перезарядились нормально там двое за нами скачут да ну ладно один остался на хвосте отлично лошадь подбили и осталось нам всего ничего довести его как раз можно будет еще повоевать возле фермы и как раз время выйдет побольше и посмотрим сколько нам дадут награды покорми лошадку нашу пусть отдохнет шляпу сбили подонки вот прям прям подонки вроде бы ферма где-то здесь уже должна быть что далековато находится за нами вроде как кто-то и гонится вроде как и нет мы не спешим у нас есть три минуты чтобы довести напомним чем раньше ты его довезешь тем меньше будет награда поэтому еще погуляем здесь вроде бы никто не хочет за ним ехать спасать доставьте цель на ферму абердинов это абердин у нас заказали этого чувака да насколько я понимаю вот уже и минута осталось я просто ни разу не проверял но я посмотрел видео на ютуб чеки что я чем меньше времени вот я осталась тем больше те заплатят вот сейчас я хочу это проверить так ли это принципе ждать нам осталось всего ничего заодно и вы увидите работает это или нет надо все спокойно никто не хочет даже за ним метаться сюда ты кто калифорнийский койот вот шкурки можно пока собрать пока время идет а шкурки нам надо крипсу доставить так что времени мы зря не теряем правильно также если мясо то мясо можно так бери его что у нас осталось времени всего ничего сейчас будет прикольно если я за 20 секунд не успею добежать да успел за две секунды сколько дадут давайте посмотрим тридцать два семнадцать пятьдесят три ну да дают больше так эти наверное исчезли до шкурки да эти исчезли ладно не суть важно неплохо подзаработали принципе 17 долларов на ровном месте олени блин распугал ладно сейчас найдем где-то там далеко далеко на лагу пасутся к правильно олени боли ничего не убил вот когда добиваешь что уже ранг падает ладно шкурки все равно нужны вообще с вами поохотиться хотели а получилось что украли какого-то мужика и доставили его за 17 баксов так ты где серянка давай сюда быстрей не шкурки надо грузить пойдем охотиться так этот нам не нужен церковь какая-то фигня закрыта ладно закрыта так закрыта так кстати по поводу предметов надо бобов поесть лампа нам нужна пока динамит зажигательная смесь нож понятно тут тоники это не то вот приманка для травоядных давайте попробуем как работает приманка пойдемте куда и сюда вот наверх положим приманки и отойдем в сторону по моему она так должна работать сейчас то проверим желательно выйти на открытое место какое-то это я давно с тобой таскают приманку тут поезд может проезжать да спугнет я думаю давайте лучше уж сюда куда вот у крипса остановилась производство там он производит по моему раз в три часа определенное количество товаров тогда ты достал уже бегать за мной пойдем я привяжу со снайперской винтовкой вы можете купить по моему с если не память не изменяясь 20 уровня вот приманка на травоядных разложили и отошли и ждем в 3 в 5 и в 4 в 5 в 6 в 6 в 3 в 5 в 6 в 5 в 6 в 6 я думаю с обычными патронами справимся в принципе и животное причем насколько я понимаю идут с какой-то стороны карты то есть они чувствуют запах так давайте зоркий глаз наверное тоник до выпьем так понятно не знаю как это должно действовать но как-то должно ну олени у нас в принципе вот здесь да показаны не знаю есть ли смысл ждать здесь скорее всего нет пойдемте сюда в эту сторону за оленями тогда так вот это мы по моим можем взять с собой дошал фейда шалфей пригождается очень часто и чтобы лошадь например нам не кормить постоянно можно также собирать там морковь и тому подобное это довольно таки удобно вот где-то здесь у нас олени думал уже олень побежал это какой-то ковбой теперь давайте выслеживать олени крис 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 ты где желательно трехзвездочного конечно убивать оленя то оленюшки вы где вот вижу вот трехзвездочный это такой слабенький не попал что ли вот ты косоруги то ладно пойдем дальше вроде бы в голову метил да бывает такое освещение в игре конечно сделала шикарно ударил все виды давайте на гору заберемся отсюда она побольше будет видно а по крайней мере я так думаю кайот калифорнийский двухзвездочный но шкурки тоже пригодятся не сюда это еще мучается бедняга на это все это можно сказать прощай если даже была 2 звездочная то она становится 1 звездочная шкурка грузим это все на лошадь и поедем к рипсу так уж чтобы уж сильно долго я вас не буду утомлять охотой просто сейчас покажу вам как это все дело сдается по дороге может кого-нибудь увидим подстрелим я имею ввиду по дороге к лагерю бывает такое выбегают прям навстречу оленя и какие-то которые нам не интересны в принципе а вот алине болит давай не видно я не не дает прицелиться по идее что двоих зацепили нет один ушел но этого мы сильно много высадили меткого глаза поэтому шкурка будет плохая где он мистер олень ты где до 1 звездочный но ладно шкурку заберем потому что крипсу сдавать это пофиг какая шкурка главное чтобы он производил из нее что-либо кстати еще многие говорят сейчас очень частый баг что пропадает лагере да такое есть не знаю как это лечится но я пока что не нашел для себя способ только выйти перезайти в игру либо переставить лагерь но опять же каждый раз лагерь переставлять это по два бакса платить приходится тоже понимаете да так ну вот значит мы поохотились привезли шкурки и нажимаем отдать материалы тут мы выбираем что мы на охотили так скажем да и все это жертвуем суда и у нас сверху про которую полоску вам говорил она потихонечку увеличивается и таким образом у нас производства в работе товары 7 общая стоимость товаров сейчас 17 вместимость полоски 25 вот 25 это полная полоска это 60 баксов доставки если вы будете поставлять в ближайшую местность но это принципе если вы в одного играете то и надо делать ближайшую местность доставку это вам выйдет 60 долларов если куда-нибудь дальше то там могут на вас напасть по дороге и отбить у вас повозку такие же игроки как и вы как бы тут уже думаете сами спасибо что провели это время в моей компании надеюсь вам понравилось буду благодарен если вы подпишетесь на канал если вы еще на него не подписаны а также поставить лайк либо дизлайк под этим видео и напишите что вы думаете по данной игре до новых встреч друзья до свидания